Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на то, что неделя почти уже прошла, я решил все же записать на этой неделе тоже информационный блог, так что, пожалуйста, будьте внимательны тем объявлениям, которые я сейчас скажу. Как всегда, начиная с информации о субботнем служении, в эту субботу нас проповедует пресвитер нашей церкви Василий Русун, так что, пожалуйста, молитесь о Его служении, и пускай Бог особенным образом касается наших сердец через то слово, которое Он вложил в Его уста. Также хочу сказать, что в эту же субботу, после утреннего служения, мы приглашаем на встречу всех учителей субботней школы. Всех, я имею в виду и учителей молодежной субботней школы, и взрослой субботней школы. Поэтому, пожалуйста, не пропустите, эта встреча очень важна, она будет проходить в малом зале сразу после утреннего служения. Пожалуйста, сделайте все, чтобы не пропустить эту встречу. В воскресенье, в 4 часа после обеда, будет венчание в нашей церкви Цыганип Дениса и Резак Вероники. Поэтому, всех вас приглашаем. Я, как отец жениха, буду очень рад видеть каждого из вас. Из Украинской церкви, наших братьев и сестер, Славянской церкви. Всех, кто меня слышит, кто живет в нашей округе, мы всех вас приглашаем. Будем очень рады видеть вас на этом празднике. Так что, пожалуйста, не пропустите эту возможность, произведите вместе с нами эту радость. Напоминаем, мы возобновляем служение детского музыкального коллектива «Игры на колокольчик». Очень хотелось бы, чтобы ваши дети тоже принимали участие в игре этого коллектива. Приглашаем детей от 6 лет и чуть-чуть старше. Если вы хотели бы, чтобы ваш ребенок принимал участие в этом коллективе, пожалуйста, обратитесь к руководителю детского отдела Лили Резак. Большая просьба, еще раз напоминаю всем тем, кто приехал недавно сюда на постоянное место жительства или планируете быть здесь больше, чем полгода, мы очень просим вас, чтобы вы перевели свое членство. Это важно для чего? Для того, чтобы, когда у нас будут выборы, мы могли вас выбрать на полноценное служение в нашей общине, и вы могли стать настоящей частью большого христового тела здесь, в этой местности, на этой территории. Пожалуйста, когда вы приходите в церковь, в бюллетнях, которые вы получаете на последней странице, есть информация, которую нужно внести. Отрываете эту страницу, бросаете ее в корзину для пожертвований, и нам счетчики передадут эту информацию, и мы тогда сможем начать переводной процесс. Так что еще раз прошу вас, если вы приехали сюда на постоянно или больше, чем на полгода, мы вас очень просим, чтобы вы перевели сюда ваше членство. 29 октября, опять напоминаю, у нас будет праздник урожая. Так что, опять-таки, спланируйте ваше время таким образом, чтобы вы не пропустили эту встречу. Как всегда, это очень большой праздник в нашей церкви. А уже 30 октября у нас будет стоматологическая и офтальмологическая клиника в нашей церкви. Врачи будут обслуживать бесплатно. Так что, если у вас нет медицинской строковки, а вам очень срочно нужно решить вопрос с вашим зрением или с вашими зубами, вам нужно позвонить по номеру телефона 916-582-8800. Девушку зовут Кристина. Вам нужно сказать ваше имя и фамилию, и к какому врачу вы хотели бы попасть. Приглашайте ваших друзей и знакомых, которые тоже могли бы получить помощь вот при таких обстоятельствах. То есть, когда много людей приехало, и не у каждого уже есть медицинская страховка. Но хочу сказать наперед, что ваша регистрация, она не гарантирует ваше обслуживание. Почему? Потому что тут будет работать принцип. Кто первый пришел, тот первый и обслуживается. То есть, будет живая очередь. Нам нужно знать заранее, сколько будет людей, чтобы мы могли хоть каким-то образом рассчитать вот нагрузку, которая будет на врачей. И надеемся, что вы все сможете получить обслуживание медицинское у офтальмолога или стоматолога. Надеюсь, все будет хорошо. Итак, еще раз прошу вас, обязательно позвоните по номеру 916-582-8800 и зарегистрируйтесь к тому врачу, к которому вы хотели бы попасть. Стоматологу или офтальмологу. Это были все объявления, с которыми я хотел к вам обратиться. Хочу просить вас и дальше, чтобы вы молились за нашу сестру Ольгу Козаренко, за ее здоровье. Также, чтобы вы молились, конечно же, за окончание войны в Украине, так как, к сожалению, уже такой отрезок времени пока что не видно конца этому противостоянию. И мы видим, оно только лишь усложняется. Ну и в конце, конечно же, хочу прочитать текст из Священного Писания. Это первый псалом, первый-второй стихи. И тут написано, «Блажен тот, кто совету людей нечестивых не следует, на путь грешников не встает и в кругу кощунников не сидит, а в законе Господа радость себе находит, и закон этот в мыслях его день и ночь». Дай Бог, чтобы так и было в нашей с вами жизни. Я желаю вам больших благословений. До встречи уже в эту субботу, тут у нас на богослужении или же онлайн. Всего вам хорошего. С Богом.